Волгоград останется Волгоградом. Если въедете в Волгоград, больше из него не выйдете. Как на Мальдивах, реально. Но честно говоря, мне больше напоминает Дубай. Понесла огромные потери, дошли до музея Сталинградской битвы. Каждая ступенька символизирует один день Сталинградской битвы. Не передать слову Аню. Мы подошли к монументу под названием «Стоять насмерть». Место силы, наверное, здесь, как нигде. Вместе с мечом 85 метров. Привет, друзья. Привет, привет. Мы в городе Героя Волгоград. Давайте вместе с вами прогуляемся по этому городу. Прочувствуем его дух, атмосферу. Узнаем, что можно посмотреть в городе Миллионники за один день. Поехали. Остановились мы в отеле Марта Рокоссовского. На улице Рокоссовского, 55. Наталья, а ты была когда-нибудь в Волгограде? Ой, я тут миллион раз вообще была. Миллион, да? Да, много-много. Вот здесь именно. Только на ЖД вокзале. Вот, кстати, поезд стоит. Самара-Адлер. На юга поезда идут через Волгоград. То есть можно сказать, что мы раз десять были в Волгограде. Но на самом деле мы в Волгограде не были. Самара-Адлер отправляется с третьего пути. Будьте осторожны. А нет, нам поезд, друзья, не нужен. Мы приехали на машине. Едем в Крым. Официально, подчеркиваю, через Волгоград. Очень уж нам похотелось посмотреть этот город-герой. Мой город детства и судьбы моей. Привет тебе, вечерний Волгоград. Чистый Волгоград. Старинное здание в ухоженном состоянии. Цветочки, газончики. Смотрите, мусора вообще нет. Плиточка все выложена. Я уж не знаю, как в заводских районах Волгограда, но в центральной части вообще превосходно. Чем прекрасен Волгоград? Это своим анахронизмом и олдскульностью. Дома советской построечки отреставрированы, сохранены великолепно. Идем по улице Мира. Вышли на такой монумент. Улица Мира, каждый дом, подъезд и квартира. Дальше уже сами поняли, что Волгоград такой принял бой, который никогда не случался в истории человечества. Сталинградская битва. Но обо всем по порядку. Так, вышли в самый центр. Здесь идет строительство огромного храма. Площадь Павших Бойцов, которая находится рядом с гостиницей Волгоград. Волгоград 5 звезд. Любимая тема Натальи – увидеть елку, любое хвойное дерево и потрогать елочки. Я проверяю, насколько они полючат. Это очень колючая. На мягкость, да? Да, она колючая. Скажешь, что елка в Волгограде на площади Павших Бойцов колючая, да? Ну, запомните. Да, друзья, вышли прямо в сердце площади Павших Бойцов. Это монумент не в честь Победы Великой Отечественной войне. Это связано уже с гражданской войной. Здесь похоронены героические защитники Красного Царицына. То есть здесь в Волгограде чтят память не только жертвам войны с фашистами, но вот и гражданская война тоже здесь отмечена. В площади Павших Бойцов мы спускаемся вниз по такому вот бульвару. Аллея прекрасная, красивая, с фонтанчиками, с цветочками. И спускаемся прямо к Волге, к набережной. Вот благоустроенность города определяется мелочами. Казалось бы, обычная скамейка, лавка. Нет, она необычная. Рядом вот такая урна и вот такая клумба. Все в едином стиле. И вот такая вот мусорная еще урная большая. Тоже, смотрите, тоже интересно сделана. Вот еще одна такая интересная мелочь на цветофорах. Значок информационный впереди нас ждет военный памятник. Вот из таких мелочей люди, туристы и составляют впечатление о городах и странах. Друзья, как вы прекрасно знаете, Волгоград имел три названия. Первое, это Царицын до 1925 года. Потом пришли большевики. Они ничего царского не любили и сменили название на Сталинград. И уже с 1925 года Царицын стал Сталинградом, городом Сталина. В 1961 году, когда Хрущев Никита развенчал культ личности Сталина, в 1961 году городу Сталинград было присвоено название Волгоград. И до сегодняшнего дня, и надеюсь навсегда, Волгоград останется Волгоградом. И буквально пять минут от площади павших борцов, и мы выходим, и мы выходим. И мы выходим, Наталья, куда? На набережную, центральная набережная, которая встречает нас таким вот красивым фонтаном. Здесь есть отель Парус, как бывает. Серьезно, что ли? Смотри, как похож. Ух ты, точно, друзья, смотрите. Это Волгоградский отель Парус, Волгоградский Буш Аль Араб. И вот по этой лестнице, друзья, мы спустились на набережную, на набережную 62-й армии. Почему 62-й армии? Сейчас расскажу. Все потому, что 62-я армия генерал-лейтенанта Василия Чуйкова участвовала непосредственно в Сталинградской битве с сентября 42-го по январь 43-го года. Понесла огромные потери, но ценой этих потерь, конечно, Сталинград выстоял. Да, он был практически полностью стерт с лица земли, но гадину мы не пустили за Волгу. За Волгой для нас земли нет. Знаменитые слова, друзья, знаменитая цитата. Вышли на набережную. Как вы видите, здесь полным ходом идет реконструкция. Надеюсь, через год-другой здесь будет потрясающе красивое место для отдыха и прогулок. Смотрите, какой красивый пароход может прокатиться Москва-152. Спускайтесь в районе речного порта и можете любоваться видами Волгограда. Острова Крит. Прекрасно. Да, друзья, вы не ослышались, я сказал остров Крит. Мы сейчас не в районе Греции или Кипра, мы в Волгограде, который имеет свой остров Крит. Наталья, ты хочешь на остров Крит? Очень хочу. Поехали. Какие еще есть интересные факты о городе Волгограде? Город Волгоград самый длинный город в России. Протяженностью около 65 километров. Просто оттаскнули. Если едете в Волгоград, больше из него не выйдете. Огромный длинный город вдоль реки Волга. А вы знали, что речной порт в Волгограде самое большое здание в Европе? И мы сейчас находимся рядом с ним. Вот он. И местные жители это здание ласково и нежно называют шайбой. Просто похоже действительно на шайбу, на хоккейную шайбу. Мы решили снять просто там дальше катер, переправиться на остров Крит и там уже искупаться. Потому что корабль Москва, он не причалит к пляжу. Он просто прогулочный. Отсюда ушел, сюда пришел. Мы идем гуляем дальше. Наши ноги выводят нас обратно на верхнюю набережную города Волгограда. И давайте пройдемся в музее Сталинградская битва. Яблочки маленькие. Ранетки? Похожи на ранетки, да. Тут прям какой-то мини-дендрарий. То ли рябина неспелая, то ли маленькие ранетки, яблочки. А, к Натали на тема. Это мягкое. Мягкое? Ее приятно трогать. Все, ставь галочку, запоминай и делай фотографию. Доложись обратно. Доложись. Так, добрались мы до Ротонды. Белый, красивый. Обалдеть. Ух, вот это видок здесь. Вот это вид. Река Волга. Верхняя набережная, нижняя набережная, Ричпорт. Обалдеть, красиво. Продувает в жару. Просто обалдеть. Великолепно. Ух. Самое главное, друзья, это виды. Виды просто бамба лейла, бомбические. Да, друзья, за один день в Волгограде, городе-миллионнике, все осмотреть нереально. Надо хотя бы, ну хотя бы два дня. Рекомендуем вам съездить на арку шлюза номер один Волга-Донского канала. Также там рядом находится самый большой памятник, который установлен на планете Земля реальному человеку. Человек, который жил не то, что там какой-то Будды там, да, в Таиланде или на Шри-Ланке, а именно реально жившему или живущему человеку. Это памятник Владимиру Ильичу Ленину, высотой 57 метров. Кроме того, если у вас еще будет время, сходите в Планетарий. Тоже имеет грандиозные масштабы и считается одним из самых интересных в Российской Федерации. Если приедете сюда с детьми, можете на набережной прям взять на прокат. Вот такие самокаты, электросамокаты. Взрослым тоже помню. И взрослые, и дети, и все катаются на них. Во, чуть не сбил. 5 рублей 1 минуты, 250 рублей час. Прокатимся? Давай. Поехали. Ой, вообще круто. Понравилось? Да, очень. Очень здорово, очень популярно сейчас, и всем советую. Выскачиваете специальное приложение, которое вот так вот называется. QR-код считываете, и у вас сразу идет здесь время. Время высчитывается, и потом уже оплата, соответственно, с приложения снимается. Обалденная набережная, мне понравился город Волгоград. Всем советую, рекомендую обязательно сюда приезжайте, погуляйте. Но мы направляемся дальше, в дом у Павлова и музея «Сталинградская битва». Пойдемте вместе. Бомба. Обычная бомба, говорю, в светительных тонах. Здесь бомба имеет совсем другой смысл, значение, трагическое. Эта скульптура установлена в честь мирного населения, погибшему в дни «Сталинградской битвы». По улице Чевкова мы дошли до музея «Сталинградская битва». Невозможно смотреть на эти фотографии со спокойным сердцем. Вы только посмотрите, во что был превращен Сталинград. Дома, кварталы, заводы. Города, можно сказать, не стало. Был стерт с лица земли. Фотография, смотрите, 1945 год, сразу после войны. Площадь школьников, собрание школьников и разрушенный город полностью. Мы зашли внутрь музея «Сталинградская битва». Сразу нашему взору открылся мельница Герштальда, немецкого мукомольного предпринимателя еще в царской России. Многие путают его с домом Павлова. Советские власти, естественно, его раскулачили в начале 20-х годов, в прошлое столетия. И отобрали у него мельницу. Но название, имя осталось. Дом был полностью разрушен, но советские власти, местные, решили его оставить в память о тех страшных, трагических событиях. Напротив мельницы находится реконструированный фонтан. Фонтан, играющие дети. Кстати, этот фонтан вы можете увидеть во многих фильмах, которые используют кинематографисты. Внутри находится музей «Сталинградская битва». Вы можете сюда приехать, купить билетик и зайти туда. Центральная часть Волгограда буквально пропитана, пронизана событиями тех лет, историй, тем трагизмом, скорбью и в то же время мужеством, которое испытал на себе этот город, город-герой, который был полностью уничтожен и восстановился. Восстановился полностью, как феникс из пепла. Но это все так сказочные сравнения. На самом деле, благодаря труду всего советского народа, всей советской страны, был заново восстановлен этот город. Впечатляет даже слов. Это реально страшно. Не верится даже. Сейчас живем в мирное небо. Но это мирное небо у нас над головой. Над головой сирийского народа. Такие же руины и такие же дома Павлова. Мы об этом не задумываемся. Нам хорошо. Мы живем в мирной стране. Все хорошо. А что-то где-то там происходит. Кто-то воюет, кто-то кого-то бомбит, кто-то кого-то взрывает. Но так проходит фоном. Сейчас это такие местечковые войны. А это масштабная война была такая. Ну, ты какому-нибудь сирийцу скажи, которого весь город, Алеппо, например, такой же и Волгоград превратился. Полностью тоже с лица земли стер. У нас же не один Волгоград. У нас не один Волгоград. Да, у нас, конечно, была почти вся страна. Ну, не вся страна, а большая часть европейской территории страны разбомблена, разрушена. Но Волгоград, конечно, один из самых-самых пострадавших в этом плане городов. Давайте вернемся в современную реальность. Не все так трагично. Город восстановлен. Город цветет, растет, развивается. Давайте спустимся к реке Волги. Такие виды открываются прямо у музея Сталинградская битва. Вот такая небольшая смотровая площадка. Обалдеть, друзья. А мы вышли на другую часть набережной города Волгограда. Идем вдоль интерактивного музея «Россия. Моя история». Во времени, ребят, не успеваем туда зайти. Прогуляйтесь, вообще прикольно. Красиво все отделали чемпионату мира. Ну, кстати, на стадион мы еще сегодня сходим. Сохранилась инсталляция после чемпионата мира. Целый праздник был для всей страны, для всего мира. Все, что устроила Россия и Волгоград в частности. Ладно, Волгоградскую буш-аля-раб мы посмотрели, сфотографировали. Теперь пойдем искать катер. Но наша цель – вот такой катерок. Хотим все-таки переправиться на левый берег реки Волги и все-таки искупаться. Сейчас говорим, говорим об этом. А вдруг не будет этого катера, мы никуда не попадем. Я очень хочу искупаться. Прям, я не знаю, тут так жарко. Да, очень жарко сегодня. Ну, если не получится, раньше пойдем на Мамаев Курган. Мамаев Курган Буквально 3 минуты и мы на Волгоградских Мальдивах. Да, похоже на Мальдивах. Супер песочек, вообще-то классный. Как на Мальдивах, реально. Да, просто восторг какой-то. Вот честно говоря, мне больше напоминает Дубай. Дубай. Вот смотрите, бескрайняя пустыня. Вот этот ландшафт, да, напоминает Дубай. Согласен. Цена вопроса 1000 рублей на двоих. Туда и обратно. Ну, кроме песчаных дюн, здесь открывается замечательный вид на стадион и на Мамаев Курган. Аля Раб, мы находимся сейчас в Дубае. Дубай в России. Сейчас будем купаться напротив отеля Парус. Великолепно. Вот прям острова среди великой русской реки Волга. Переплываешь три минуты, и ты, ну, почти в раю. Почти. Дальше остров Крит. Здесь еще коса такая. Тот берег Волги, видно-те, да? Весь в пляжах песочных. Вот еще один остров. Кстати, этот остров самый большой считается среди речных островов в России. Огромный остров. Какой водой тёплый. Как в Дубае? Сколько? Сколько градусов? 24, 25. Ну, 25 это нормально. Видите, Наталья идет, а там мелко. Ну, почти как в Анапе. Холоднее? Купайся здесь на мели. Ха-ха-ха. Течение уносит тебя? И уносит меня, и уносит меня. Та-та-та-та. А ты смотри, коровьи какашки на тебя приплыли. Не какашки. Не какашки? Это естественное цветение, да? Естественное мох. Ну, ладно, пусть будет мох. Ну, вообще, как бы не холодно. Я берзляк, но мне очень тепло. И ты просто... Я смотрю, у тебя появилась сила, и ты теперь сможешь покорить Мамаев курган. Где колумбийцы, где сенегальцы, где мексиканцы, где уругвайцы, где все? Такой красивый стадион. А Наталья окунулась в атмосферу 2018 года. Мы с Натальей очень бурно болели за сборную России. Дня назад приезжал сюда московский «Спартак». Вот жалко, не совпали наши расписания. Иначе мы бы обязательно сходили на матч «Ротор-Спартак» и поболели бы за «Ротор», конечно, за «Ротор». Хотя я с детства болею за «Спартак», но в городе Герои Волгоград я бы болел за «Ротор». Очень не хватает этой ауры. Атмосфера чемпионата мира, этого праздника. Поэтому, друзья, если вы хотите в эту ауру, атмосферу окунуться вновь, посмотрите наши выпуски. У нас семь выпусков. 2018 год, это просто, я не знаю, в моей памяти отложился как что-то невероятное. Из пандемии чемпионат Европы отложили и перенесли на июль 2021 года. Поедем на праздник в Санкт-Петербург в 2021 году болеть за сборную России. Ждите, обязательно будут выпуски. Обязательно. Ну а теперь пора идти дальше. Следующая наша точка. Мамаев курган. Мамаев курган. Полетели. Пока мы идем до Мамаева кургана, мы увидим знаменитый волгоградский трамвай. Красавчик какой, а красивый. Пока ротор написано. А чем же он знаменит, спросите вы. А знаменит он тем, что он является самым скоростным трамваем в мире. Трамваем в мире. Трамваем. Трамваем в мире. А также волгоградского трамвая. Трамвая. 5, 5 станций находятся под землей. Он заезжает под землю, как настоящее метро. Ну вот сообщаем. Так что будете здесь, обязательно найдите время и прокатитесь на трамвае. Особенно интересно это будет тем людям, в чьих городах нету обычных трамваев. Все-таки у нас в Самаре трамваев вот так вот. Подошли к подножию Мамаева кургана, к лестнице, которая нас сейчас поведет наверх. 200 ступеней. Каждая ступенька символизирует один день Сталинградской битвы. 200 дней шла Сталинградская битва. Сейчас Наташей возложим цветы к вечному огню. Сразу после лестницы открывается такой вот просто фантастический, друзья. Просто нереальнейший вид на монумент Родина-Мать зовет. Родина-Мать зовет самый высокий скульптурный памятник. Я просто в восторге, вообще в шоке. Как это мощно, как это величественно смотрится. Вот эта вот аллея. Это просто не передать словами. Строили около 10 лет. Кандидатуру главного архитектора Вучечича одобрил сам лично Иосиф Сталин. Но уже на само открытие этого мемориального комплекса приезжал Леонид Брежнев. Сталина уже тогда не было. Сконструировал и построил товарищ Вучечич. И вот, друзья, мы подошли к монументу под названием «Стоять насмерть». Сзади него Родина-Мать зовет. Но такое положение выбрано не случайно. Символ в том, что вот этот воин, сильный мужчина с автоматом, как бы с собой, своим телом прикрывает Родину-Мать. Вот видите, я вот так делаю. Вот в этом и есть смысл, который заложил сюда архитектор Вучечич. Если к первому фонтану бросить три монетки, исполнится желание. Наталья, есть три монетки? Загадала? Бросай. И вот, как вы видите, здесь весь фонтан, все дно буквально усыпано монетами. Но, как говорят местные, не все желания сбываются, а только маленькие. Там, влюбиться, там, и еще что-то такого. Но если вы загадаете, вот мне миллион, чтобы с неба упал, миллион вам не упадет. Вот это, ну, это... Мой взор упал сразу вот на эту. Это, да? Ну, это с первого взгляда любовь, давай возьмем. После монумента стоять насмерть. Дальше идет лестница. И вот такая стена руины. Вот просто мощная цитата, которая пробирает до мурашек. Из всех справедливых причин только одна будет приниматься во внимание. Смерть. Граната вперед, а ты за ней. Я и 62-й армии. Слышите, работает радио диктором Левитаном, который вещал из всех квартир в годы Великой Отечественной войны. Его голос вообще ни с кем не спутаешь. Именно поэтому для создания атмосферы тех лет, чтобы человек проникся, окунулся в те тяжелые времена, как раз включается этот голос. Стоит нерушимо и виден далеко, израненный в битвах мамает курган. Дальше мы поднимаемся в зал воинской славы. Рука, держащая вечный огонь. Горит всегда, круглосуточно, ежедневно, ежегодно. Круглосуточно стоит и почетный караул. На стенах вдоль всего зала воинской славы выбиты имена, которые положили свои жизни в этой сталинградской битве. Нереально сколько фамилий. И за каждой фамилией стоит солдат, чей-то отец, чей-то сын. Почетный караул меняется ровно, ровно в тот или иной час. Если у вас будет возможность, можете прийти и посмотреть на смену Почетного караулы. Мент, скорбящая женщина. Я бы, наверное, даже назвал скорбящая мать. Мурашки побежали по коже. Место силы, наверное, здесь, как нигде, можно прочувствовать весь трагизм, боль, скорбь и в то же время мужество, стойкость людей, которые здесь жили, которые защищали свой город и страну. Высота статуи. Родина мать зовет. Вместе с мечом 85 метров. Без меча 55. Это просто мощь, мощь, мощная. У подножия этого монумента находится братская могила. Вот здесь вот захоронены остатки, точнее перезахоронены останки. Тридцати четырех тысяч пятьсот пяти человек. Вдумайтесь в эту цифру. Вдумались? А я вот даже никак не могу это представить. Субтитры сделал DimaTorzok